Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня, 2 апреля, я хочу поговорить с вами о самых-самых ранних посевах, которые я выращиваю для получения супер раннего урожая, которые сеяла не в стандартные сроки, а намного раньше, и с которыми у нас всегда дополнительные хлопоты. Вот они у меня в первом ряду стоят, вот эти в полкилограммовых стаканчиках. И вот в апреле такая ситуация, что встречаются и те, которые только что вылазят для открытого грунта, и это нормально в начале апреля, и те, которые уже совсем здоровые, которые я для теплицы, которые буду высаживать скоро уже, через 2-3 недели. Ну вот смотрите, они уже доросли до такого состояния, вот сегодня им 2 месяца, то есть ровно 60 дней. Это как раз тот возраст для рассады, когда мы должны высадить ее на постоянное место куда-то. Вот, например, в открытый грунт, ой, ой, сейчас подождите, отделю, или в ту же теплицу, ну то есть оно уже достаточно взрослое, чтобы могло расти дальше самостоятельно. Но так как я проживаю в сибирском регионе, и у нас нет условий в это время для высаживания их, и я знала это заранее, я еще зимой говорила, что я приготовила для них ведерки вот такие белые купила, то есть мне сейчас 2 выхода, или высаживать их в теплицу, и как-то там сохранять от холода, который еще возможно будет, потому что апрель еще, у нас еще в мае может быть, или дать им условия более пригодные для таких взрослых растений, то есть увеличить объем грунта. И вот сейчас, через день или через два, я как раз буду им увеличивать объем грунта, то есть я буду делать перевалку в тару с большим объемом почвы. Вот эти 5-литровые ведерки, но в таком 5-литровом ведерке будут расти у меня 2 растения. И когда у меня спрашивали, когда я их соединяю, вот чтобы 2 томата в одну лунку, я их соединяю только тогда, когда они уже вот такие, потому что смотрите, как может быть один и тот же сорт, видите, как разница какая, вот этот чуть поменьше, совсем маленький, а этот толстый, здоровый. Если бы я их сразу соединила, было бы не очень хорошо, большое растение обязательно угнетало бы маленькое. Вот теперь я их рассортирую по парам, по равноценным, потому что здесь и сорта разные. Добавлю, что это не толстоногие, это именно те, с которыми хлопоты дополнительные. Толстоногие у меня я вот на днях только по 500-граммовым стаканчикам их рассунула, а эти уже такие, и они еще, видите, у них воздушные корни образуются, они не против, чтобы я их еще заглубила. Вот сейчас буду удалять по 2 нижних листика, и через несколько дней буду заглублять. Вот из-за этих здоровых томатов, я даже не могу показать вам все остальное томатное поле. Видите, их сколько стало много? Хотя это те же самые, просто я их рассаживаю по стаканчикам, пикирую, они разрастаются. Неделю мы не выходили, и сейчас вот самый сложный период, когда еще холодно оставлять здесь, и когда выносить туда-сюда проблематично. Теперь у нас очередь. В один день я одни вынесу небольшую партию, а в другой день другие. Потому что вы понимаете, что такое количество выносить, это нереально, никто не будет. Вот сегодня хорошо, сын пришел у меня пораньше, помог мне их все вытащить, все. Завтра, если никого дома не будет, никто мне не подвернется под руку, значит я какие-то, каким считаю, что более важно солнце получить, вынесу, какие-то останутся дома. И вот такой период будет примерно неделю или дней 10. Через 10 дней, то есть примерно 10 апреля, мы уже оставляем их здесь. Я их здесь буду оставлять, если будут морозные ночи, буду включать немного ветродуйку, обогреватель, потому что перетаскивать их нереально, и к этому времени они уже будут, их их столько много, они же разрастаются, что в дом занести их тоже некуда. И вот они такие бедные, и здесь им не остаться холодно, и в дом их уже не пускают, потому что они по размеру все разрослись, очень много их. Но вот этот видеоролик, я рассказываю про те томаты, которые, например, вы хотите вырастить, посеяли пораньше. Вот им 60 дней. Что с ними делать? Оставлять их вот в таком виде ни в коем случае нельзя. Они, видите, они и так уже немного повытянутые. Но я бы не сказала, что они совсем такие, как уродливая рассада, но они, конечно, немножко вытягиваются, вытягиваются, потому что это такие сорта и без искусственного торможения, то есть без применения там подпо, подкормок, ингибиторов различных. Этого я ничего не делаю, и получается вот такой вид рассада, немного вытянутый. Но я сейчас в ведерке их заглублю, вот по такое место, вот так вот. Они будут такие коренастенькие, и скоро они уже будут оставаться здесь, то есть здесь попрохладнее, здесь солнца много, они уже больше вытягиваться не будут. Возможно, им условия в ведерке так понравятся, что они уже у меня и зацветут, ничего страшного в этом нет. Из ведерка будет щадящая перевалка вместе с земляным комом, и все эти цветки я сохраню на 100%, и из этих цветков, именно из них, я получу самый первый, самый ранний урожай. Все, великаны, идите на место. Это действительно, вот не выходили, было холодно, не выходили неделю на улицу, и я когда вынесла, я увидела, что они, конечно, в высоту подвытянулись, искусственных ламп не хватает им все равно, им бы вот такое солнце каждый день, они были бы коренастее. Но ничего, мы все это исправим, будут прекрасные помидорки. Все, до свидания. Сегодня 2 апреля, я вот вам рассказывала, что моей рассаде исполнилось 60 дней, и скоро будет у нее последняя перевалка, ведерко пятилитровое. И это именно небольшая партия томатов для получения суперраннего урожая. Остальные, вы видите, для теплицы, они намного меньше, вот если вам видно, они меньше по размеру, они все в стаканчике распекированные, кто-то в 200-граммовые, кто-то в 500-граммовые. Но таких великанов у меня очень мало. Все.